Продолжение следует... 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 Здесь вы видите список из некоторых ссылок полезных, ссылки помечены таким синий-зеленый или голубым шариком, а презентация помечена значком дискетки. Так вот, чтобы скачать презентацию, надо нажать на изображение дискетки. Не надо нажимать на само название презентации, а только на название дискетки, тогда вы сможете ее скачать к себе на компьютер. И последнее, что я хотел сказать, все участвующие в вебинаре получат бесплатный именной электронный сертификат. В течение дня или двух вам на почту придет письмо со ссылкой на ваш вход на наш портал. Надо перейти по этой ссылке, войти на портал, и там вы увидите ссылку на скачки вашего именного сертификата. Я только обращаю ваше внимание, что там будет ваш электронный адрес и то, как вы зарегистрировались на текущем вебинаре. Если вы зарегистрировались неполным своим именем, фамилией, отчеством или поставили свой ник, то, к сожалению, именно так там и будет, потому что процедура автоматическая. Так что, если кому-то важно, еще не поздно перерегистрироваться под своим полным именем, фамилией, имени, отчество. Ну вот, собственно, и все. Предварительные слова закончены. А теперь я рад предоставить слово Дмитрию Кречману для сегодняшнего вебинара, посвященного профсообществам и обучению. Дмитрий передает слово. Добрый день, коллеги. Надеюсь, меня слышно также, как правило. Буду благодарен за плюсики или лайки какие-нибудь там в чате. Да, спасибо. Так, я понял. Еще раз добрый день. Меня зовут Дмитрий Кречман. Я представляю компанию «Гиперметод». Но, с другой стороны, я много лет проработал в ВУЗе в качестве доцента, в том числе. Но, начинал, конечно, естественно, со студента. И хотел бы поделиться неким своим видением, такой ретроспективой, вернее, да, может быть, возвращением вот в те годы. И подчеркнуть некие текущие наблюдения, связанные с электронным обучением. Вот, в контексте про сообщество. Ну, тему, конечно, я раскрою по ходу дела и покажу во второй половине дня, во второй половине, извините, не дня, конечно же, вебинара нашего, как это реализуется на практике, некие тезисы, которые я собираюсь в течение ближайших 10 минут вам изложить. Вот, но для того, чтобы нам было проще с вами неким образом взаимодействовать, я бы хотел задать вам вопрос. Я надеюсь, его видно на экране сейчас. Попросил бы ответить вас на вопрос. Вот в какой системе образовательной вы получали свое высшее образование, если вы его, конечно, получали? То есть, ну, там, условно, старая советская система, это не в смысле оценочного осуждения, то есть, не значит, плохая или хорошая. Для того, чтобы мы понимали друг друга, вот, примерно, какими категориями мы с вами оперируем. Да, спасибо коллеги тем, кто отвечает. Ну, долго мы не будем, допустим, там, ответов 15 наберется и будем двигаться дальше. Ну, вот, я так понимаю, что большинство все-таки, да, в старой нашей советской системе, то есть, 5-5 или 6 лет образования, как и я, впрочем, да, я получал образование в Петербурге, ну, тогда еще в Ленинграде, в 80-е годы, соответственно, где по образованию прикладной математики, соответственно, вот у нас советская такая система. Да, спасибо большое. Что много, просто ругаю, двухуровневая, да, двуступенчатая система образования. Спасибо большое за ответы. Вот я их сохраню и пойдем с вами, да, я тоже, наверное, проголосую. И пойдем дальше. Два слова все-таки о нашей компании. Компания, в которой я работаю, она занимается внедрением систем электронного обучения, дистанционного обучения в деятельность разных организаций. Часть из этих организаций вы можете здесь видеть на экране. Там это крупнейшие образовательные организации в нашей Российской Федерации и Уральский Федеральный университет, где система электронного обучения полностью построена на нашей платформе под названием Мироинксервис 4G, Московский государственный строительный университет, ну и ряд других образовательных учреждений и необразовательных. Там от Ростывая, например, Российская гидрометеорологическая служба, там, как прощественные, если будут Газпромы, ну и многие. То есть около миллиона человек, ну я имею в виду студентов, в первую очередь, проходит обучение в разных инсталляциях нашей системы, в разных организациях ежегодно. Вот два слова нашей компании. На нашем сайте вы можете подробно ознакомиться с информацией, связанной с внедрениями, с модулями разными нашей платформы, посмотреть какие-то демонстрационные примеры, в том числе и на канале YouTube. Но я сегодня хотел рассказать об одной из частей, одной из компонентов этой системы электронного обучения, которые традиционно почему-то не рассматриваются в контексте системы электронного обучения. Хотя мы говорим о том, что в ВУЗе должна быть, в первую очередь, в ВУЗе, мы говорим сегодня в большей степени о ВУЗе, хотя то, что я говорю, применимо и в значительной степени и для корпоративного обучения. Но тем не менее, когда мы говорим о создании информационно-образовательной среды, мы чаще всего понимаем, что это такое. Ну, это некий сайт, это некий портал, где размещена нормативная документация, что-то еще новостная какая-то лента. Это система электронного обучения, вот такая типовая структура LMS, неважно на какой платформе она построена, на нашей под названием ELEAMXERA 4G или на какой-нибудь другой условно-бесплатный типа модул. Тем не менее, это всегда учебные курсы, дисциплины, ну, может быть, что-то побольше, там какие-то индивидуальные траектории обучения, учебные модули. И, в общем-то, в целом разговоры о при формировании системы электронного обучения или информационно-образовательной среды заканчиваются по большей части, вот именно на этом уровне. То есть, это система обучения, куда проецируется непосредственно образовательная траектория в том или ином виде, там семестровая или полностью, неважно. И, в общем-то, мы почему-то считаем, что на этом, если мы реализовали дистанционное обучение в такой классической какой-то схеме, вот мы сформировали информационно-образовательную среду. Но, с другой стороны, я бы хотел задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, когда вы проходили обучение, неважно в какой, в двухступенчатой или в системе образовательной, условно новой, в ГОСАМ третьего поколения, или второго поколения, или это была классическая, как мы ее обозвали в кавычках, советская система образовательная, тем не менее, получали ли вы знания и умения исключительно только в рамках дисциплин и той специальности непосредственно на занятиях, где вы проходили обучение. Или же существовали какие-то иные источники для вас, навыков, знаний, реализации вашей пассионарности в образовательной среде, тогда не цифровое, а очное. И вот этот вопрос я сформулирую непосредственно тоже в формате голосования. Надеюсь, вы это видите сейчас на экране. Единственное, что я про включение, забыл букву В вставить в вопрос, а потом уже не смог отредактировать это причинам в мероприятии. Поэтому, прошу прощения за эту ошибочку в формулировке вопроса. Но, тем не менее, в деятельности каких сообществ вы участвовали во время обучения? Например, когда я учился, начиная с первого курса, это были научно-исследовательские работы, неокры какие-то. Мои коллеги принимали участие в деятельности стройотрядов. Кто-то первый пел в коре, но я, например, выходец из лыти, Ленинградский технический университет, соответственно, хор лыти славился на весь город, если не больше. Кто-то участвовал в деятельности профсоюзов, кто-то сегодня участвует в деятельности политических партий, у кого-то были хорошие наставники, не только преподаватели, но и те люди, с которыми вы взаимодействовали. В общем-то, множество источников дополнительных знаний и навыков, которые вы могли получать не только в рамках формального образовательного процесса. Спасибо, что вы отвечаете. Чувствуется, что вас это за живое затронуло. Турклуб. Отлично. Кто-то участвовал в туристической деятельности. Я тоже, кстати говоря, помимо того, что кандидат технических наук и доцент, я еще и разрядник по альпинизму, в прошлом, по крайней мере. Поэтому это тоже все было в рамках нашей деятельности. Хорошо, спасибо вам большое. Я тоже давайте сейчас зафиксирую ваши ответы и будем двигаться дальше. Еще отвечаем. Вспоминайте, да, свою прошлую деятельность? Ну вот, 15 человек проголосовало. Давайте сейчас тоже зафиксирую у себя, чтобы потом какой-нибудь отчет вставить. Итак, действительно, мы с вами, помимо того, что получаем знания и отчасти какие-то умения и навыки в рамках учебных дисциплин, которые в рамках семестров проходим, мы как студенты, существуют еще, помимо этого, другие компоненты, которые обеспечивают нам множество разных факторов в рамках образовательного процесса. Мотивацию дополнительную, коммуникация, получение дополнительных знаний или умений, или даже, может быть, зачастую не дополнительных, а основных по отношению к просто формальному обучению. Это я пытался представить на слайде, потом по окончании нашего вебинара я, может быть, слайд подправлю и уже поставлю как раз какие-то распределения, когда мы увидим, где вы получаете в рамках неформального обучения, неформального взаимодействия даже, скорее, но с целью обучения какие-то ваши основные, как теперь принято говорить, компетенции. Научно-исследовательские работы в рамках наставничества, в рамках самостоятельной работы студенческих строительных отрядов, самодеятельности, турпоходов или каких-либо групп по интересам. И вот оказывается, что, мы про это еще формально подведем итог, и оказывается, что вот эта деятельность, связанная с неформальным обучением, то есть тогда, когда это не находится в рамках той формальной образовательной траектории, на которой вы подписаны в рамках специальности. Юлия Борисовна тут сделала замечание, что официальное или формальное обучение тоже большая высота, безусловно, с этим никто не спорит. Но тезис, с которого мы начали с вами заключается в том, что, как правило, когда внедряют систему электронного обучения, говорят как раз именно исключительно о формальном обучении или официальном, как вы это назвали, а деятельность, связанную со всем остальным, что мы сейчас с вами обсуждаем, пусть и производную, вторичную, я с вами тоже тут соглашусь, безусловно, иначе экзамен-то не сдать, но тем менее, неким образом забывают. И можно ли говорить о полноценной информационно-образовательной среде вуза в том случае, если всего этого, НИРов, наставничества, самостоятельной работы, студенческих стройотрядов нет? Нет. Вот тоже такой интересный вопрос. И когда мы говорим, да, заходите, пожалуйста, Людмила Сергеевна, ничего страшного, что вы опоздали. И когда мы с вами говорим о том, что существует национальная платформа открытого образования, безусловно, да. И когда мы с вами говорим, что в рамках приоритетного проекта образования, который запущен был в прошлом году, выделяются существенные средства и осуществляются попытки перевести значительную часть учебного процесса в сторону формального обучения через систему дистанционного обучения. Ну да, безусловно, это все очень правильно. Но вот что делать со всем остальным, что дает нам очень... и привносит во все это обучение очень много личного, личностного, да, и мотивирует нас на... в том числе и на тот же самый формальный учебный процесс. Вот такая постановка вопроса. Ответ я расскажу и покажу. И вот перед тем, как перейти уже к следующей части, я бы запустил последний опрос, который тоже, может быть, покажет нам с вами какую-то картину мира. Подскажите, я надеюсь, видно, да? Подскажите, пожалуйста, а как вы думаете, какую часть из того, что вам... из того, что вы получили в рамках неформального обучения по отношению к формальному, вам все-таки... вам пригодилось в рамках своей деятельности тогда, когда вы закончили обучение? Еще раз, пока вы отвечаете, подчеркну, да, насколько неформальное обучение по отношению к формальному обучению оказалось полезным на вашем будущем рабочем месте? Да, ну, наверное, я думаю, что вы тоже видите, да, эту статистику. Наверное, картина мира оказывается достаточно забавной, интересной. Оказывается, что, исходя из нашего с вами голосования текущего, в том случае, если, исходя из большинства ответов, в том случае, если мы создадим информационно-обратную среду вуза, мы представим себе такой вот теоретически исключительно дистанционный вуз, который реализует исключительно дистанционные технологии, и если в нем не будет места вот этой формальной составляющей, то, ну, на вскидку, конечно, трудно сказать, да, наверное, 50% навыков, которые вам реально нужны на рабочем месте, окажутся нереализуемыми, вот, де-факто, да, таким вот образом, де-факто в рамках той образовательной программы, какой бы она хорошей ни была. Ну, сейчас мы с вами отвечаем на этот вопрос исключительно предположительно, да, исходя из нашего конкретного с вами личного опыта. Но, тем не менее, мне кажется, это весьма характерно и показательно, что подчеркивает тому важность того, чтобы в информационно-обратной среде вуза, учебного заведения, были реализованы инструменты и механизмы, которые позволяют привнести в дистанционный формат все то очное, что мы с вами реализовывали. Понятно, что там работу в стройотряде, конечно же, привнести в полном объеме в дистанционный формат весьма затруднительно. Но, тем не менее, да, давайте зафиксируем, наверное, остановим опрос, да. Но, тем не менее, актуальность... Сейчас закроем. Актуальность, я думаю, что мы с вами ответили на вопрос актуальности. Такая задачка действительно оказывается весьма-весьма существенная, хотя в чистом виде, да, не знаю ни один вуз бы, не знаю ни одного образовательного учреждения, где бы значимость придавали именно этой компоненте. Потому что она менее формальная, менее формализована, она не нормирована, да, по ней не требуется аккредитации, по большому счету. Это не входит в перечень каких-нибудь показателей вуза, да и за нее не особо там кто-то платит, да, по большому счету. Но, тем не менее. Давайте двигаться дальше. Итак, вот у нас в нашей компании, я уже говорил, мы создаем программное обеспечение, внедряем деятельности в деятельность других организаций, занимающихся по большей части вопросами, связанными с электронным обучением, дистанционным обучением, электронным, в том смысле, что автоматизируем очные процессы, привносим в них компоненты технологические, информационно-обратные среды. И в целом создаем такие пространства. И вот некоторое время назад, около года назад, стали приходить запросы, потребности от многих организаций, связанных как раз с тем, чтобы вот эту неформальную составляющую привнести в деятельность информационно-образовательной среды, то есть создать некие компоненты. И вот когда мы стали думать о инфологической модели, как это должно быть все взаимоввязано, мы пришли к некому, такому я все это рассуждение, конечно же, не буду воспроизводить, но тем не менее, пришли к некому такому общему пониманию, общей модели. Сейчас поподробнее я про нее расскажу. Безусловно, существует формальная обживательная траектория, существуют требования по ВГОСам, в том числе и компетенции, про которые все мы с вами знаем, которые прописываются в стандартах третьего поколения, там три плюс, сейчас новых будут, как я понимаю, прописываться, которые в принципе сформулируют или даже так формализуют цели обучения в целом при подготовке отдельного слушателя или студента. Они могут быть связаны естественным образом, связаны с профессиональными интересами, текущими и будущими. С одной стороны, с другой стороны, например, я, будучи студентом, уже работал по ряду неров, и в какой-то части, в определенной части, олицетворял собой эксперта для других студентов, пусть младших курсов, но разбирающихся в той или иной тематике, в данном случае, программирование или в неких областях прикладной математики. В этом смысле я выступал для них экспертом. И второй компонентой, кроме студентов и их профессиональных интересов, выступают некие эксперты. Если это туризм, то это ваши наставники, ваши тренеры. Если это условно хоровое пение, то это дирижер. Я специально утрирую, для того, чтобы мы понимали, что роли распределяются в рамках создания такой информационной образовательной среды, поддерживающей неформальное обучение. Это как бы с одной стороны. С другой стороны, поскольку мы говорим все-таки о формализации, то должен быть единый подход, единое понимание того, как вся эта деятельность устроена, и вот такой центральный формализующий, составляющий взаимоотношений учебных курсов, образовательных ресурсов, учебных модулей, студентов, которые реализуют образовательные программы с использованием и формального, и неформального обучения, и экспертов, является центральное место, занимает база знаний, где формализуются взаимоотношения между разными компонентами информационно-образовательной среды. Здесь я попытался на слайде основные категории представить этой формализации в рамках базы знаний. Как бы с одной стороны, сообщество, будь то сообщество туристов, будь то сообщество альпинистов, участников хорового движения, или политических движений, являются, естественно, основные категории, кто участники, мы про это сказали уже, эксперты, кто олицетворяет собой экспертизу и наставничество, мероприятия, которые позволяют взаимодействовать с помощью различных инструментов, а в нашем случае мы говорим про электронное обучение, поэтому это в большей степени мы имеем в виду здесь вебинары, форумы, чаты, ну и прочие другие инструменты удаленного взаимодействия увязывают это все между собой. С другой стороны, существует база знаний, формализующая объекты хранения в этой базе знаний и субъектов, которые взаимодействуют с этими объектами через систему классификаторов, то есть формализуют взаимоотношения, пусть это не реализационные взаимоотношения, но тем не менее, это некие отношения в топологическом модели между учебными курсами, контролемизмерительными материалами и информационными ресурсами через модель компетенции, увязывающие, как я уже сказал, субъектов и объектов. Вот такая простенькая модель и мы с вами сможем сейчас посмотреть, как это, в чем, вернее, прошу прощения, запутаться в своих словах, но каким образом имплементация этой модели видна, может быть, показана на практике в рамках как раз информационно-обратной среды или портала некоторого. Еще, забегая вперед, хочу сказать, что такое неформальное обучение является с нашей точки зрения дополнением к общей модели образовательного процесса, включающей в себя и формальное обучение со всеми нашими специальностями, траекториями обучения, учебными модулями, но не только, и проектным обучением, что особенно важно, и один из предыдущих вебинаров мы как раз говорили про проектное обучение, в рамках совместной деятельности в сообществах для чего? Для того, чтобы получить не просто некого специалиста, но этот специалист вышел на рынок труда со своим багажом не только знаний, но и формализованным багажом в виде электронного портфолио. Вот это компоненты среды, которые я сейчас буду показывать, переключаясь из презентации на демонстрацию экрана под названием ELEANXE 4G. Пока можете задавать вопросы, если хотите, мне нужна минута для того, чтобы переключиться на трансляцию. Это срабатывает быстро. Так, подскажите, пожалуйста, идет ли трансляция, видно ли у вас что-нибудь? Ну вот, тогда я переключусь непосредственно на портал. Мы сейчас с вами находимся на портале электронного обучения. Это программное обеспечение под названием ELEANXE 4G. Это система электронного обучения LMA-система, но реализующая дополнительные в качестве дополнительных компонентов и модулей, модулей, связанные с профессиональными сообществами. И вот те тезисы, о которых я говорил в первой части нашего вебинара, в течение 20 минут времени я постараюсь очень кратко, но тем не менее, показать на примере портала, как это реализуется. Основой всего является, как я уже говорил, база знаний. База знаний это множество информационных ресурсов, учебных модулей, которые хранятся внутри системы электронного обучения. Это централизованное хранилище. В этом централизованном хранилище любой пользователь может найти интересующую его информацию, информация рубрицированная, поэтому здесь называется классификаторы. Классифицированы. Классификаторы администратора базы знаний создаются настоятельно. Вот смотрите, какие здесь есть классификаторы по интересам, техникой безопасности, программирования, управления персоналом, по типам ресурсов, видеофайлы, аудиофайлы, презентации, по видам знаний, предметные, научные и другие. Классификаторы, еще раз подчеркну, менеджеры базы знаний создаются настоятельно. У нас с вами, у каждого пользователя существует, вот сейчас я под видом Натальи выступаю, существует в личной карточке параметры, которые определяют через классификаторы, которые в базе знаний создаются, область интересов и области экспертизы. Область интересов, в том случае, если мы говорим о связи с формальным учебным процессом, формальным обучением, они определяются на основе, в том числе, и параметров компетенции, которые прописаны в ГОСах и тех дисциплинах, которые составляют основу учебного плана, в данном случае техника безопасности, управления по основному программированию, это пример демонстрационный, поэтому прошу вас не придираться очень жестко к терминологии, которая здесь используется. Область моих интересов в данном случае формируется, еще раз подчеркну, автоматически из перечня тех параметров компетенции, которые прописаны в образовательном стандарте по тем или иным учебным дисциплинам или по направлению подготовки. Область же экспертизы определяется, если я выступаю в качестве эксперта, область экспертизы определяется точно так же на основании классификатора, но только лишь условно-волонтаристки. То есть, кто-то, менеджер, например, базы знаний, назначает меня экспертом по той или иной категории, одной или нескольким категориям. Что это дает для нас с вами, для нас и для всех участников процесса обучения? Первое, самое наглядное, в том случае, когда я обращаюсь к страничке базы знаний, вижу информационные ресурсы, помимо всего прочего, я вижу еще и перечень эксперт, если я студент, перечень экспертов или нас, потенциально наставников, кто, возможно, вы здесь можете видеть знакомые лица, кто является экспертом по тем направлениям, которые заявлены для меня как область интересов. То есть, если я учусь по, например, моей деятельности в рамках образовательной программы, связанной с управлением персоналом, то я вижу, например, что Анна Абакумова является экспертом по подбору и адаптации персонала в рамках направления. То есть, я вижу не просто перечень вообще всех экспертов, которые есть в образовательном учреждении, а только лишь тех экспертов, чья область экспертизы пересекается с моей областью интересов. Еще раз поясню, область моих интересов может быть опрямлена мною персонально, то есть, я сам ее назначаю, а может быть связана с перечень тех компетенций, которые развиваются в рамках текущего образовательного периода и формализованы, еще раз подчеркну, в описании тех учебных дисциплин, по которым я прохожу обучение. Это как бы раз, да, первый вывод. Тем самым, учитывая возможность отправить сообщение, то есть, задать вопрос эксперту, я получаю уже некий дополнительный интерактив, дополнительные возможности в рамках образовательного портала по взаимодействию. но не только. Менеджер базы знаний на основании менеджера базы знаний или менеджер, здесь установлен модуль про проектного обучения, или менеджер проектного офиса может создавать проекты и профессиональное сообщество это один из видов публичного проекта в терминологии в терминологии в портал электронного обучения. Например, создадим сообщество любителей программирования. Создавать еще раз подчеркну сообщество или проекты в виде сообществ, указывая то направление, по которому будет создаваться это сообщество. Например, это IT-обучение, область по программированию и в области управления персоналом. Пусть может быть считается корпоративной базовой компетенции. Немножечко такой замесключающий набор данных я собрал. Но, тем менее, вот такое сообщество мы сейчас с вами создадим. В это сообщество мы можем с вами добавить участников либо из числа любых пользователей, ну там фильтровав по каким-то признакам добавим. Вот теперь у нас тут двое, да? Либо эти участники сюда добавятся автоматически в тот момент времени, когда они определяют область своих интересов. Либо в их образовательной программе будут заявлены соответствующие параметры компетенции по учебным дисциплинам. То есть, грубо говоря, как только в моей образовательной программе появится ключевая компетенция программирования, в этот же момент времени я подключусь к профессиональному сообществу. Вот по этому направлению. Профессиональное сообщество может под собой кроме участников включать еще модераторов, то есть людей ответственных, кто отвечает на вопросы, которые формируются из, опять же, либо назначения любые списки экспертов, про которые мы с вами говорили, а также в сообществе есть раздел, который позволяет включать сюда информационные материалы различного рода по описаниям и дескрипторам, например, я из базы знаний набираю, что будет включено в материалы этого сообщества, над которым это сообщество работает. Можно включать в себя мероприятия, то есть те запланированные события, например, проведение вебинара или организация оффлайн-встречи или организация очного мероприятия, обсуждение какой-либо темы. Эти мероприятия могут быть привязаны к датам, могут существовать постоянно. Например, в области электронного обучения существует несколько известных непрофессиональных сообществ. Одно из них наиболее старое это Earning Pro наверняка вы знаете. Это в Фейсбуке профессионала дистанционного обучения, где точно так же присутствуют наборы учебных материалов, присутствует план мероприятий или календарь мероприятий, присутствуют некие сервисы, которые позволяют обеспечить взаимодействие между различными участниками. Все это направлено в конечном счете на то, чтобы сформировать по слушателям, в данном случае мы говорим о студентах, некие компетенции, связанные с их образовательной программой и зафиксировать результат развития этих компетенций в их электронном портфолио. Электронное портфолио представляется покажем. Покажем. Извините, не под той счетной записью вошел. секундочку. представляется в виде документа, куда сведены и образовательные достижения, то есть полученные в рамках формальной траектории образовательной и неформальные, которые получены в рамках, в том числе, и деятельности, в рамках сообществ. Например, рекомендации, результаты выполнения тех или иных проектов. Например, мы приводили примеры неокров. В итоге такое портфолио может быть на его основе созданное резюме или среди так называемое, которое может быть опубликовано в рамках портала соответствующей странички условно под названием бюджет труда или отправлено на тот же самый Headhunter или куда-либо еще. Но что самое важное, на чем я хотел подчеркнуть, что весь этот процесс автоматизирован это одна единая цельная информационная среда обучения или информационно-образовательная среда, включающая в себя и поддержку деятельности связанного с условно клубами по интересам или такими профессиональными или околопрофессиональными сообществами. Коллеги. Вернемся к нашей презентации, к нашему вебинару. На этом, наверное, все из такой содержательной части, которую я бы хотел вам рассказать. Наверное, основную идею я до вас донес. Сейчас я отвечу на вопросы в рамках вебинара. подчеркну, что для тех, кому это представляет интерес, презентация у вас сохранена, там есть мой электронный адрес, есть телефон, и я с удовольствием отвечу на вопросы и продемонстрирую это уже индивидуально кому-то, если это потребуется. А сейчас, если позволите, я постараюсь посещать вопросы и на них ответить. Спасибо за поддержку акцентирования важности вопроса этого обучения Юлии Борисовне. Коллеги, поскольку здесь тезис скорее, не вопрос, поэтому мне так особо не на что отвечать, я только лишь подержу ваш призыв к развитию интеллекта. Вопрос от Марины Владимировны обучение платное. Марина Владимировна, честно сказать, не совсем понимаю ваш вопрос, какое именно обучение, если мы с вами говорим про поддержку вот такого неформальной составляющей в образовательном процессе, то не имеет никакого принципиального значения поддержка обучения это платное или не платное. Это относится ко всем образовательным учреждениям в равной степени абсолютно. Не имеет значения платное это или нет. Ну что ж, коллеги, если больше нет вопросов, в режиме реального времени, то большое вам спасибо за внимание. Также отдельно хотел бы поблагодарить организаторов мероприятия и лично Павла Калиникова за то, что он дает возможность нам с вами пообщаться. Надеюсь, что какие-то замечания или заметочки для себя вы из моего краткого выступления вынесли и будете их учитывать при формировании информационно-образовательной среды вашего учебного заведения. Спасибо вам большое за внимание. коллеги, со своей стороны я хотел поблагодарить Дмитрия, а также всех, кто пришел на сегодняшний вебинар, очень интересный, я сам внимательно слушал, очень интересный вебинар и пригласить вас на наши последующие вебинары, в том числе еще один вебинар в июне месяце должен состояться с Дмитрием, тоже не пропустите его, пожалуйста. Что ж, а на этом я хотел бы с вами проститься, до завтра, напомню, завтра наш с вами вебинар будет, на котором я постараюсь рассказать об интерактивных сервисах. Всего вам хорошего, Дмитрий, огромное спасибо, ждем вас снова. еще вот от Елены Евгеньевны маленький вопрос поступил несколько слов о платформе. Если позволите, поскольку времени у нас еще немножечко есть, я все-таки в рамках ответа на вопросы постараюсь сказать, смотрите, что еще это платформе под названием Eurioning Server 4G. Давайте я переключусь на платформу, платформу. Видим, идем на начало. Вот она перед вами. Она используется, как я уже говорил, во множестве образовательных и не только образовательных учреждений, но еще раз напомню, это Уральский федеральный университет, это порядка 40 тысяч студентов, Московский государственный строительный университет, ГСУ в Москве, ну и множество других мелких и разных и средних вузов. В двух словах, если говорить совершенно, то понятно, что у каждого пользователя на платформе, будь то преподавателя, в УФУ это около тысячи преподавателей или студентов, есть личный кабинет, он выглядит, он может выглядеть совершенно по-разному, но, например, настраивается его внешний вид, но что тут я могу видеть, как у студента, есть перечень моих учебных курсов или дисциплин, которым я учусь, перечень проектов, если у меня используется в рамках моей образовательной программы проектное обучение, есть заявки на обучение, это заявки условно на элективные дисциплины или курсы, доступ к базе знаний, какие-то отчеты, которые я мог бы генерировать о своей деятельности учебной, ну и портфолио, то, что вы видели, в двух словах, есть план мероприятий, в том числе очных и дистанционных на текущий период времени, ну, например, на сегодня, календарь общей мероприятий, какой-то, происходит. Если мы говорим об учебных курсах, то, ну, дистанционных, то перечень учебных курсов, результаты текущей успеваемости, прогресс мой, да, допустим, я могу сравнивать свою деятельность с лучшим или средним результатом по учебному курсу, каждый учебный курс может включать в себя, он может быть очный и дистанционный, и, например, в том же Уральской Федеральной Университете платформа используется в значительной степени как системам поддержки очного учебного процесса. То есть, когда учебные материалы замещаются там, студенты очные, но они имеют возможность работать из дома и откуда угодно, включают контрольно-измерительные материалы. В каком-то курсе мне два поставить, как видите, в учебном курсе существует множество разных интересных всяких вещей, интереснее даже с точки времени преподавателя посмотреть, потому что у преподавателя есть план занятий, по которому он проводит обучение, план мероприятий, да, таким вот образом выглядит, включая там вебинары различного рода, тесты, задания, результаты выполнения заданий, ну вот, например, хотя здесь только один человек показан, но это может быть группа там из 20-30 человек, в том случае, если это тесты, задания оцениваются автоматически, в том случае, если это задание, ну типа там рефератов или курсовых работ, но они также помещаются сюда в среду непосредственно в процесс и могут быть оценены по шкалам, соответственно преподавателям либо назначенными проверяющими этого задания. Вот, ну в двух словах, рассказывать, к сожалению, тут очень долго, потому что очень много, что присутствует в этой среде, опять же, если есть интерес, я с удовольствием подробно расскажу, условно тет-а-тет, продемонстрирую всю еду по скайпу и предоставлю вам доступ в нее. Елена Евгеньевна, давайте я вам лучше пришлю это в виде документа, опять же, оставьте свой электронный адрес, и я вам пришлю все эти материалы, включая стоимость различных модулей и прочее, прочее, прочее. адрес мой есть в начале презентации и в конце, когда вы ее скачаете. Спасибо большое, коллеги. Ну вот, я ответил на последний вопрос, еще раз вам, коллеги, большое спасибо за внимание, надеюсь, что какая-то польза, пусть и небольшая, может быть, но тем не менее, от нашей встречи, от потраченного на меня время, у вас все-таки будет. Спасибо, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok